А наш следующий сюжет о том, как городская станция по очистке воды стоит на страже экологической ситуации в Ноябрьске. В сутки Ноябрьск расходует порядка 26-28 тысяч кубометров воды. В праздники стоков становится больше, до 30 тысяч кубометров. Здесь и канализационные воды жилых домов, и пенная жидкость из автомой и химчисток, и использованная вода на промышленных предприятиях. В общем, все то, что ни в коем случае не должно попасть в местные реки и озера. Очистные сооружения ежедневно принимают на себя ударную волну нечистот. И в среднем за 8-9 часов все эти тысячи кубометров воды проходят 5 степеней очистки, начиная от механической и заканчивая хлорированием. Но основной очисткой всегда была и остается биологическая. В громадных резервуарах, которые называются аэротенки, и которые в высоту метров 8, вода перемешивается с особенной иловой смесью, насыщенной миллионами и миллиардами различных микроорганизмов. На очистных сооружениях в Ноябрьске трудится 111 человек. И вот что самое интересное. По сути, весь коллектив работает на тему, чтобы создавать и поддерживать самые благоприятные условия для жизни микроорганизмов. Микроорганизмов, начиная от инфузории туфельки, знакомой по школьным учебникам, и заканчивая более высокоразвитыми одноклеточными. Потому что именно микроорганизмы выполняют основную работу по очистке воды. Даже то, что вода в резервуарах бурлит, сделана для одноклеточных существ, так она активнее насыщается кислородом и бактериям дышится легче и привольнее. Температура в аэротенках поддерживается тоже строго определенная, в районе 20 градусов. Микроорганизмы не выживают в слишком горячей или, напротив, в слишком холодной среде обитания. Здесь все должно было отслеживаться. Смотрится, какой паш пришел. Это какая, щелочная среда или кислая среда. Температура обязательная. Что еще? Да, вот вес, объем, вес, нахождение этих смесей этого ия. Вот по ним и регулируемся. Объем и вес – это количество микроорганизмов на один литр воды. И это главные показатели водно-иловой смеси в аэротенках. Первым делом каждое утро лаборанты отбирают здесь пробы, и жидкость исследуется под микроскопом. Как вот на улице суета такая в большом городе. Каждый занят своим делом. Копошатся. Толкаются. В одной капле до 100 различных микроорганизмов. Примерно 20 видов. Толкаясь, как на базарной площади, они поедают все вредные вещества, которые есть в стоках. Ну, или почти все. Нефть, говорят специалисты, потихоньку, но часть бактерий съедать научились. А вот некоторые составляющие стиральных порошков и других моющих средств, которые активно использоваться стали последние 10 лет, ни одному виду бактерий по вкусу пока не пришлись. Фосфаты никто не любит. Фосфаты у нас не перерабатываются. Они практически как поступают, так и выходят. Нужно реагентное хозяйство. Вот сейчас у нас будет строительство, наверное. Фосфаты только с помощью реагентов можно уменьшить. Специалисты всегда очень придирчиво изучают, каких микроорганизмов стало больше или меньше. К примеру, множество одноклеточных с названием заоглея говорит о том, что в стоке попало какое-либо ядовитое вещество, допустим, ртуль. И уж не дай бог, говорит завлаборатории, микроорганизмом заболеть. Она вообще в первую очередь смотрит на то, как они выглядят. Плохо, если они замкнутые, надутые, в цистах. Вот тогда плохо. Не количество имеет больше, большее значение не количество имеет, а их качество. Если реснички замкнутые и бактерии вздувшиеся, значит кислорода мало в аэротинках. Тогда мы добавляем кислород. Пить воду, очищенную при помощи бактерий и даже после всех пяти степеней очистки, конечно же, нельзя, говорят на станции. Но для технических целей она вполне пригодна. А самое главное, эта вода безопасна для окружающей среды. Ирина Потехина, Антон Владимиров. Новости нашего города.